Привет, сноубордисты! Привет, саббордисты! Squod.com Вы в магазине Squod Это наш новый магазин Нет, я, конечно, шучу Это не наш новый магазин Мы приехали к Дэну Наш друг, который занимается и пропагандирует саббординг Саббординг — это новый вид спорта для тех, что представляет магазин Squod, поэтому мы сейчас вам все расскажем Дэн, мы где находимся? Мы находимся на Ислинском водохранилище территории базы Neptune 2 станция водных видов спорта Саб Travel Russia В общем, приехали потестировать новую продукцию которую мы с начала этого лета представляем в наших магазинах Squod Почему мы обратились к Дэну? Потому что он эксперт в сабплавании в плавании на сабах Мы потестируем все эти доски и расскажем вам ну, чем они отличаются чем они, возможно, отличаются от других сабпов которые не у нас продаются У нас всего лишь сейчас два бренда ну, точнее, три, но, так скажем, бренда два это Soy Stick это японский бренд, который мой один товарищ увлеченный саббордингом решил, так скажем, создать года три назад сейчас он очень хорошо развился ну, у себя в Японии, да Soy Stick вот, кстати, мы очень любим всякие вот эти темочки Soy Stick, Gentleman Stick, Moss Snow Stick Soul Stick Soul Stick, это, кстати, вот второй бренд называется Корон Айсап но это чувак, его зовут Корон, который нам продает доски Soul Stick зимой и вот теперь сабпы летом поэтому такой вот симбиоз и лета и зимы Сноубординг дело хорошее, но летом надо тоже чем-то заниматься поэтому это сабборды это вейксерфинг, но саббординг не такой термопастный Снежком закрыли, ребят да, поэтому саббординг на водных гладях Христинского водохранилища не только ждет всех желающих сегодня мы расскажем про доски, о которых сказал Юра чем они отличаются, почему покупать их и нужно именно их и в чем, собственно, основное отличие от брендов-конкурентов так, ну давайте, что, приступим к обзору досок что у нас есть просто поближе, наверное, будем подходить, да, к этим моделям так, ну, сегодня в рассмотрение привезли несколько досок бренда Soul Stick модели 12.6, модель называется Expedition очень достойный снаряд для любителей путешествовать также для длительных сплавов и не могу сказать, что это скоростные доски но если приложить особое умение и правильное то вы сможете получить то, что хотите вот, теперь давайте посмотрим поближе ее поставлю ее на пуфике и сможем ее внимательно рассмотреть все нюансы, все девайсы, которые есть у нее ну, начнем мы с главного девайса инструмента это весло весло идет в комплекте карбоновое очень достойное, четырехсоставное в целом, хороший снаряд, легко регулируется легко разбирается на необходимое количество частей что позволяет компактно собрать весло и упаковать чехол особенно актуально для людей, которые любят путешествовать налегке и с минимальным объемом вот отличие от трехсоставного например, чем отличается тем, что просто короче детали и более компактную сумку можно убрать но это помимо материала то есть это, например, алюминий это карбон карбон, конечно, гораздо легче да, легче он намного лучше проявляет себя в процессе гребли для людей, которые не сильно это понимают в целом большой разницы не будет но люди, которые уже с пониманием дела берутся покупать себе сабборд конечно же, это будет очень весомый аргумент покупки собираем весло обратно четырехсоставное весло с очень удобной регулировкой пластиковой компактной ручкой которая подходит в целом под любой рост единственное исключение, что для людей ростом 160 весло, конечно, будет немного длиннее поэтому лучше рассмотреть какие-то другие варианты это что касается самого весла вот смотри, например, цена все цены вы посмотрите на нашем сайте squat.com мы сейчас не будем их озвучивать просто тупо не помним ну примерно мы знаем, конечно но, в общем, почему, например, доска комплект, точнее этот soy stick стоит достаточно дорого, так скажем по сравнению с другими сейчас попробуем как раз вам рассказать ну, про карбоновое весло уже Дэн сказал карбон, ну, дорогой материал также у SAP есть куча интересных девайсов которые будут необходимы любому заядлому путешественнику особое внимание это к ручкам для транспортировки и для переноски которые оборудованы неопреновой частью очень приятной и легкой также есть дополнительное кольцо которое может быть как и транспортировочное но в данном случае оно несет основную задачу это пристегивание лиша хороший витой лиш который неопреновый пристегивается к ноге очень удобно, легко открывается также есть карго-загрузка карго-система как спереди доски так же и сзади доски очень удобно при необходимости эту карго-систему можно снять здесь есть специальные крючки которые расцепляются вот что еще интересного очень хорошая пеночка по сравнению с другими брендами пенка имеет серый цвет что очень важно потому что белые пенки обычно очень быстро приходит негодность и истирает во-первых меняет цвет быстро во-вторых некрасиво это все выглядит когда вы там как белый горнолыжный комбинезон но кстати вот смотри доска белая но мы не про белое а про то что у нее нет ручек ее нести можно только один вариант вот за ручку в центре а эту удобно и вдвоем можно переносить в целом классическая ручка для переноски она же является центром доски как у большинства сапах оно представлено также очень приятно удивила система келей очень удобная система келей во-первых здесь три келя идет один большой и два маленьких кельи очень удобно снимаются также легко и очень удобно ставится да и фиксируется без всяких отверток или там болтов да это очень удобно потому что не всегда бывает с собой отвертка что в целом для путешествия оптимально только надо не забывать их фиксировать а то потеряются ну эта система продумана ребята из соустика сделали ее очень грамотно поэтому вряд ли кели потеряются потому что если будет происходить удар обкиль вряд ли он откроется но закрывать я имею ввиду сразу когда ты закрывать да нужно обязательно слушая чем отличает чем отличие три келя от одного келя вот у нас и досках есть один кель да чем больше келей на доске тем у доски больше курсовой устойчивости доска идет ровнее и соответственно меньшее усилия нужно прилагать для того чтобы постоянно выравнивать доску потому что у любого заядлого сабардиста скажем так умеющего он знает как ее выравнивать при помощи правильного правильной постановки весла а если говорить про людей которые начинают кататься конечно чем больше келей тем больше курсовой устойчивости тем стабильнее и ровнее идет доска точнее больше ровнее вот что еще можно сказать доски у нас доски соустика из представленных моделей они двухслойные все все двуслойные накачиваются они по максимуму до 15 пися это одна атмосфера одна атмосфера по жесткости доски очень приятно удивили мы их протестировали нам очень понравилось доска имеет приятных скоростные качества очень неустойчивая доска что еще можно двухслойная это имеется ввиду два слоя которые склеены между собой что добавляет дополнительную жесткость доски и она имеет меньше качения когда идет неровная вода то есть чоп так называемые более дешевые доски делают однослойными более ну ты от двухслойных уже больше двухслойных трехслойные там ламинации конечно конечно ну и плюс собственно это добавляет жесткости к доске что очень важно для райдеров большого веса без этого ну да вот если вы не знаю такое сравнение когда газета плывет по воде да на поверхности она так вот колеблется вслед за волнами вот для саббордов это очень страшная вещь потому что влияет на устойчивый да чем доска мягче и сопливее тем она конечно менее устойчивый приходится просто больше прилагать усилий к балансу и доставляет не так много удовольствия как более жестко ну это как катание на матрасе с веслом примерно то же самое поэтому все-таки сабборды должны быть двухслойные иметь дополнительные там усиление боков рейлов чтобы они меньше стирались чтобы они меньше прокалывались что очень вот должны да должны ну это с точки зрения такого же профессионала так конечно конечно с точки зрения начинающего может быть однослойный будет вполне какое-то время хорошо работать но потом надо будет все равно менять чаще всего есть несколько критериев выбора это прогулочные сапы людей которые хотят выходной день просто покататься или допустим семьей покататься с друзьями поразвлекаться возле воды также это у нас сапы для путешествий которые имеют высокую грузоподъемность имеют карго загрузку спереди сзади что тоже очень важно ну соответственно чем уже доска чем уже доска чем она длиннее тем более лучше скоростные качества то есть чем шире доска и чем она короче соответственно скоростные качестве теряется но мы приобретаем стабильность и устойчивость больше ну да чаще всего это длинная доска и узкая она будет менее стабильно вот на кач там влево вправо да то есть это если ты умеешь уже балансировать на сапе тогда скоростные качества будут не лишним а когда ты только начинаешь то более широкая доска будет интереснее вариантом но чаще всего прогресс идет очень быстро на сапе и люди которые катаются очень быстро приходит тому что либо это действительно отдых выходного дня либо это все таки сап для спортивной составляющей где нужно проявить всего себя и активно кататься сушки но у нас в россии достаточно много водоемов вообще страна такая не не объединена до водоема практически ну не знаю многие города да и даже не уж не говоря о подмосковье да где куча всяких водных есть место даже в москве внутри москвы можно покататься у тебя на в днх да есть тест-центр какой-то есть на выдоха у нас до . локация у нас небольшая акватория там мы проводим обучение для новичков которые хотят попробовать что такое сабординг и вообще понять как бы нужно ли ему это или нет ну вообще в целом это на сайте написано бесплатно бесплатно у нас было несколько промо акций для того чтобы показать что это есть первая доза бесплатно конечно конечно как всегда далее уже соответственно как всегда по классике вот мы еще и также не упомянули по поводу этой доски что она имеет размер 12 6 по ширине она идет у нас 30 дюймов и соответственно по толщине она идет шесть сантиметров что в целом очень комфортно вода не заплескивать не будет заплескиваться на борт для большинства желающих и там тяжеловесов это будет подходящий вариант но скажем так данная моделька не очень подойдет для новичков просто потому что она да для новичков просто потому что она имеет ширину 30 . для новичков лучше конечно там 32 33 34 и более ну вот если что я сегодня новичок вот серьезно клянусь мамой клянусь первый раз на сабборд стал я вот на такую модель туринговую до который узенькая длинная даже не стал пробовать то что наверняка я буду больше купаться чем стоять на ней ну летом это наоборот подразумевает то что мы больше хотим время проводить воде и развлекаться поэтому и для этого весьма проблематично на самом деле тренироваться потому что очень жарко и при солнышке активной тренировки это конечно очень сложно поэтому активной тренировки проводится в паспортную погоду то что надо так же больше развлечения пекло такое что искупаться это одно удовольствие да маршрут с купанием это то что надо как раз собственно большинство кто покупает часап в основном мы делают выбор на то чтобы просто проводить как большему времени возле воды и наслаждаться жаркими деньками в москве которых не так много но все же бывает ну да упаковка же она такая достаточно компактный сумку на колесах она ну как размером наверно как чемодан да такой примерно чемодан 90 литров с которым вы ездите куда-то там путешествовать на колесиках что тоже удобно потому что тащить за собой легче удобная вместительная сумка имеет кучу утяжек имеет боковую ручку верхнюю ручку имеет колесики вот можно легко поставить в случае она если необходимости дороги нету прямой ровной то можно использовать подвесную систему как рюкзака она убирается внутрь вся если что одеваете в комплект доски выходит по порядка девяти килограмм что в целом приемлемо как и для мужчины так и для женщины транспортировать это багажник любого автомобиля войдет если например вы куда-то едете ну к примеру летите там из москвы сочи то ее можно просто в багаж дать эту сумку как чемодан и покажем еще остаточную комплектацию данной модели что еще интересно входит у нее да она эта комплектация именно от бренда свой стик вот если вы зададите вопрос а чё так дорого блин вы чё офигели то будем разбираться какие-то все состоит ну все со сравнение да из чего состоит комплект то есть сумка ну достаточно хороший качественный материал там прекрасная молния такая мощная и ну сама конструкция доски про который дэн рассказывал там весло из карбона что интересного это электрический насос что в целом очень удобно чтобы не напрягаться лишний раз зарядка опять же не ты отменял можно сделать просто разминку что намного быстрее чем накачивать ну типа порхали да хороший хороший насос в целом качает быстро я пытался несколько раз накачивать в офисе доску руками обычным ручным насосом которого кстати нету здесь в комплекте они отдельно нужно покупать то что не не все ездят машины в машине да и не всегда можно применить этот электрический насос а вот что касается ручного насоса это вообще нелегко потому что тут например например закачка до одной атмосферы или у некоторых моделей даже больше желательно то покачать насосом это особенно такой жареет достаточно по времени это занимает удовольствие обычно если качаем насосом это занимает примерно 15-20 минут что в целом для неподготовленного человека конечно не очень хорошо поэтому варианта с электронасосом это лучшее решение электронасос качает порядка 10 там 8-10 минут обычно электрическим насосом качают не более двух сапов а потом примерно там 10-15 минут перерыва чтобы он остыл и можно еще накачать пару сапов ну да тут у дэна у него нормальный такой компрессор большой то он отдыхает периодически вынужден отдыхать давать им отдохнуть так что еще интересно в комплекте у нас идет крестовок сапов у нас идет очень удобная сумочка что в целом необычно видеть у бренда поясная сумочка водонепроницаемая в комплекте в этой сумочке лежит клей пару заплаток и ключ для протягивания клапанов сумочка смешная достаточно но она однако функциональная в том плане что она реально не не водонепроницаемый там вот этот zip lock и он еще закручивается ну как вот у всех этих специальных как-то там туда можно спокойно телефон положил самые необходимые вещи чаще всего туда кладут телефон ключи от машины от машины и в путь вот за подвязывается регулируется под любой размер и вперед но это просто опция которые есть в комплекте на самом деле у нашего любимого бренда до конец великолепные поясные сумки тоже которые скручиваются такой в абсолютно водонепроницаемые отделениями они конечно и побольше и попрочнее весьма удобно поэтому очень приятно что такое девайс и уходит комплект это очень хорошо так ну и еще в комплекте идет уникальная вещь под названием подстаканник для кока-колы для уколы а даже лучше на на правильно сказать для черноголовки да главное есть клей до клей в комплекте это очень хорошо на самом деле большинство сапов которые сейчас поставляются в россию отсутствует клей и тем более такой хороший юр хватит завязывать завязывает для сапов для сапов для сап виниловый клей он кстати вообще не не во все сапы кладут клею вообще не были в большинство сама сейчас которые идут другой бренд там клея нету в комплекте то есть принципе есть ключ и есть заплатка а клея нет найти хороший клей это большая удача мне в том году понадобилось я купил четыре разных бренда и в результате нашел самый подходящий который похож на тот что идет комплекте открой нам тайну это бренд фирмы клей берг нейлоновый клеевый виниловый клей вообще честно говоря вот эти достаточно плотные материалы чтобы проколоть ну это надо прям очень на что-то серьезное напороться или упасть случайно на него с ножом несколько раз но в общем чтобы заклеить да вот клей необходимо не во всех сапах он есть наборе поэтому если вы купите просто какой-то момент но условный момент он может проблем может не склеить этот просто материал сапа все под давлением находится там немного небольшое давление там одна атмосфера но все клея которому я пробовал также моменты разные водостойки и влагостойки они показали себя очень плохо а вот клейбер как раз проявил себя идеально единственное что клейбер который бы требует термоактивацию при помощи фены поэтому без этого есть и еще куча других и жидкие латки и так далее поэтому а это уже другой ролик не пробовал матрас надувной накачивать на 15 сетях боюсь боюсь что он превратится в шар и разорвет небольшое давление давление тут офигеть какое которое выдерживает просто человека там весом там 90 там 100 килограмм 90 100 килограмм в целом вот так ураешь на этой доске на тебя выдерживает давление там угу вот такую доску более чем достаточно потому что производитель пишет обычно загрузку сапа но загрузка сапа это не говорит о том что на доску может разместиться человек там 120 килограмм он может разместиться на доска потеряет форму поэтому лучше доски брать по весу чтобы они были точнее по грузоподъемности райдера не по максимуму то есть если допустим человек конечно человек весит 90 то ему там 120-130 потому что потому что за второй человек сядет может быть еще положить какую загрузку на сап то есть там палатку спальник там не знаю ну кстати вот это вот эта информация например по весу катающегося или как мы говорим весу райдера она вообще далеко не везде есть я бы даже сказал по практически нигде нет вот при продаже да там интернете вы смотрите на китсапы там написаны габариты размеры там для чего а вот по весу человека никакой информации нет потому что она весьма такая условная и скорее то вам специалист при продаже может посоветовать то эту или иную для вас конкретно лично там весите вы 60 килограмм или 100 на и у вас вам доски вероятно нужны разные ну в первую если вы весите 60 и у вас там пятеро детей которые тоже хотят кататься с вами на сапе то возможно вам нужно купить доску по 120 килограмм поэтому ну случаи бывают разные в первую очередь надо учитывать цели как уже говорили ранее то есть для чего вы покупаете сап себе и уже от этого потом отталкиваться какой будет размер и место где вы будете использовать эту доску есть это может быть водоемы с пресной водой этом или может быть море обычно для морских покатушек уберутся доски значительно больше размером чем для катания по оплесненным водоемам там и закрытым акваториям слушай давай знаешь что сделаем тогда обзорчик на сразу на аналогичную доску другого бренда а потом уже по всем остальным побыстрее хорошо пробежимся тут я имею ввиду ну с целью экономии вашей времени ну что поехали дальше да давай тогда просто сравним аналогичную доску до аналогичную по ходовым качествам по форме и просто сравним именно комплектацию ну и примерно скажем чем отличается и и и и и и по цене тоже эта модель он это бренд корон модель называется fly sub давайте посмотрим повнимательнее и разглядим что есть интересного в первую очередь отличается своей необычной формой формы хвоста что дает возможность доски достаточно быстро передвигаться очень легко маневрируется вот у нее есть все необходимые девайсы ручка для переноски карга загрузка карга загрузка также у нас она доска и двухслойная идет вот эти дополнительных ручек здесь нет как например да у этой модели они чувствуют соответственно но в чем разница может быть но это вот то что в глаза бросается или там карга система до карга системы есть только с передней части доски что в целом чаще всего так используется на переднюю часть доски загружен загружают все вещи для транспортировки и как на той модели можно и снять карга систему до стегнуть карабин есть такой возможности нет здесь просто скажу так у соус запаян и навсегда но можно конечно отрезать и переделать это уже другая совсем история соустик это конечно бренд с кучей приятных девайсов которые дают возможность саббордисту с легкостью передвигаться переносить оборудование укорона в этом плане немножко попроще немножко но доска далеко не хуже она как уже говорил повторю еще разочек она двухслойная двухслойные опять же отличие она имеет один киль киль девяточка саши длинный в целом хорошая курсовая устойчивость будет до его уже надо так это чуть-чуть заморочится чтобы установить немножко не такая да там система система с болтом и закладной в целом ничего проблематичного там после первой установки все станет очень просто ну конечно же когда есть система быстрого фиксации как у соустика это конечно же приятный и намного лучше и вот пеночка не скажем так не не белая но и не серый но достаточно приятный на ощупь вашим ногам будет приятно комфортно размещаться на ней вообще у корона и какие-то дизайны присутствуют доска в том смысле что это не просто какая-то там монохромная доска может быть с каким-то там переливом тона такого же цвета они реально имеют какой-то дизайн да то есть там ну раз они разноцветные можно посмотреть увидеть какие-то другие вставки то есть в общем то мне сначала даже союзтик по дизайну показался но очень интересным альтернативным он такой более аудорный дизайн чем вот эти всякие яркие океанические бренды то стоит стик он такой как бы до более аудорный но кстати провисло так что перейдем комплекта посмотрим комплект не сказал еще про размеры доски это у нас по по размеру у нас идет это 12 сапа по ширине он идет 30 дюймов и в толщину он идет 6 сантиметров что в целом достаточно комфортно для передвижения как и туринг также и скоростные перемещения вот зачем зауженный нос нужен до точнее хвост или не хвост как корма до упала в средней части доски не получается ну а потому что как вот в этой же сноубордив сноубордических наших досках да к там свалу тэйл то есть уменьшает уменьшает площадь хвоста чтобы она провалился доска сноуборд в снег а здесь наоборот воды что ты можешь загрузить хвост доски и с легкостью развернуться повернуть но это уже какой-то другой уровень в целом маневренный маневренный качество один из вариантов выполнения поворота ты загружаешь просто хвост доски доска поднимается ее легче повернуть вот для этого зауженный зауженная корма но со сноубордингом вот пожалуйста связь до вода не работают примерно одинаково есть аналогии до можно провести с легкостью доска на качестве 15 пищей что в целом более чем достаточно ну что он перейдем комплекту посмотрим что чем отличается комплектация сапов соус тик от сапов корон так здесь идет в первую очередь это алюминиевое весло что очень приятно удивило что весло не имеет люфта несмотря на то что оно трехсуставное также приятно порадовало что у люфта есть специальный рукоятки выдвижной есть специальные специальное углубление чтобы ручка не вращалась влево вправо это очень актуально потому что на базовых веслах таких приспособлений нету вот регулирует под нужный рост весло не вращается минимум имеет минимальный люфт достаточно широкая лопасть в целом для подойдут для любого райдера ну и по росту по росту весло подойдет практически для любого катающегося даже можно сказать там и 160 и 150 сантиметров роста отлично так далее что у нас идет комплекте вас обязательная комплектация это насос насос у нас с двойным переключателем качает как и вверх так и вниз имеет возможность подкачки и соответственно откачки воздуха откачка воздуха нужно для того чтобы легко упаковать sub компактно скажем так упаковать саб быстрее сдуть ну то есть ты прям подключаешь клапану и выкачиваешь оттуда вода также как на качу наверно здесь есть in и out качаем out соответственно откачиваем красный фиксатор это как раз таки когда мы качаем и вверх и вниз вытаскиваем качаем только вниз что очень удобно ну и откачка на самом деле также очень удобный приспособление которое требуется что касается насоса также в комплектации идет идет у нас ремкомплект в ремкомплекте у нас есть клапанный ключ и соответственно пару заплаточек ну и в комплекте такой чудесный тюб куда можно все это добро убрать и вот без клея который вам надо купить отдельно это точно клей обязательно купить если вы едете самостоятельно куда-то там ну и что касается самой сумки что касается самой сумки сумка также имеет колесики имеет боковую ручку у нее отсутствуют дополнительные стяжки чтобы уменьшать объем сумочки но при этом как и у бренда соустик есть лямочки для того чтобы транспортировать ее на спине очень удобно легко все регулируется отсутствует поясная фиксация но в этом ничего страшного нету на самом деле когда вы к нам придете и просто даже пощупайте сумочку бренда сой стик и вот эту то вы поймете в чем отличие комплектации еще отличие здесь нет лишь а вот этого доступ ноги пристегивается лишь лишь в принципе нужен нисколько для страховки а сколько для удобства до когда безопасность если вы вдруг падаете с доски я даже не сказал это безопасность а именно для удобства безопасность это жилет нужен ну доска просто может выдать ветром жилета обязательно надо тоже использовать вода даже У нас даже есть правило в водоемах, если вы на большую воду выходите, обязательно нужен жилет. А лишь если вы упадете с доски вдруг по какой-то причине, то если леша не пристегнута к ноге, доска может уплыть далеко. Но придется просто ее догонять. А если ветер сильный, догонять придется очень активно. А если еще вода холодная, то можно вообще замерзнуть. Поэтому лишь важные вещи. Но, честно говоря, я был удивлен, когда открыл комплект и не увидел здесь леша. Но при этом, например, у этой доски даже нет сзади никакой петли. Там, кстати, снизу-то нет ничего. Нет, нет. Снизу не предусмотрено фиксации. Нет никакой петли, куда этот леш прицепить. То есть, например, для этой доски однозначно придется покупать леш и еще приклеивать кольцо дополнительное для леша. Это там, ну, каких-то это денег стоит. По практике можно сказать, что очень часто вижу людей на воде, которые не используют лишь просто потому, что или им не объяснили, зачем он нужен, либо они им объяснили, и они сделали выбор, что его использовать не надо. Ну, если вы катаетесь, вот так скажем, где-то пробуете чуть-чуть, это, может быть, действительно не нужно. Или какая-нибудь маленькая-маленькая тихая речка. Но если вы выходите на большую воду и там ветер, то это может реально стать большой проблемой. Поэтому к такой доске, конечно, лишь точно необходим. К сожалению, придется мутить его самим, приклеивать кольцо, да, и покупать леш. Леш, кстати, выпускает наш любимый бренд, да, Кайн. Специально леш и для сапа, вот тоже такие вот как пружинки. Да, они разные есть, есть как пружинки, есть просто плоские. В целом в основном используются пружинки. Для сапсерфинга используются прямые леши, чтобы они не путались. Ну, в общем, однозначно, наверное, так можно сказать, да, что если доски, вот то, что мы первое сравниваем с этим, они по ходовым качествам, ну, примерно могут сказать, что это одного уровня, да, то по комплектации у соистика комплектации гораздо богаче. Разница, ну, что-то такое, по-моему, тысяч в 20 в розничной цене. Между комплектом этим и комплектом тем. 20 тысяч – это, в общем-то, немало, наверное, да, цена в цене. Но кое-что, да, придется дорабатывать. В целом, возможно, даже не будет в этом большой необходимости, поэтому лучше, конечно, распорять вариант соустик, но если… Ну, слушай, эта доска стоит дешевле комплекта, и, в принципе, сэкономить 20 тысяч, приклеить туда кольцо, вот мы, по-моему, с тобой считали, сколько это что-то… Ну, лишь стоит порядка, там, трех с половиной, четырех тысяч, а the ring будет стоить, там, 500 рублей, чтобы приклеить его еще, там, рублей 500. Клей, да? Ну, скажем так, отдать в мастерскую, чтобы это все сделали, подделали под тебя, под твои нужды. Ну, опять же, здесь, как бы, сам райдер выбираем. Ну, если вы умыть, ну, сами можете клеем пользоваться, там, уверены, что не приклеитесь, то тогда может нас экономить на мастерской, ну, вот где-то тысячи в четыре, там, вам обойдется лишь, купить лишь. Ну, кстати, лишей нет у всех вот досок Корон, только у одной нету крепления для лиша, а у остальных все есть. Так решил Корон Эдисон не комплектовать свои доски лишами. Устаточно легкая доска, что очень приятно. Сегодня ветреная погода, мы как раз когда тестировали ее, думал, что будет доску сдувать сильно, но нет, доска себя проявила идеально. Есть, конечно, мелкие нюансы, которые со временем могут быть видны, но для катания... Ты имеешь в виду склейку? Нет, нет, склейка, по склейке все очень достойно, все очень красиво, нигде не упирает клей, все очень достойно. Нет, я имею в виду нюансы, как отсутствие лиша, отсутствие дыринга, то есть, которые... Нет, ну, тут с этой доской точно надо лиш при... А, кстати, слушай, вот эти есть же поясные лиши, да? Поясные лиши, это не поясные лиши, они крепятся обычно за пояс, для того, чтобы они не мешались на ноге. Ну, все равно, если крепить к центральной этой ручке, то будет неудобно. Нет, центральная ручка, она нужна для переноски. Нет, ну, ты когда плывешь, ты же не переносишь. Нет, дыринг обычно клеит позади, позади, то есть... Ну, стандартно, да, как мы видим на любых досках. Но я имею в виду так вот, теоретически, чтобы не клеить, можно ли сюда прицепить лишь? В целом можно, но это будет... Он не будет полноценно работать, он будет только мешать, потому что... Ну, может быть, да, если... Мы располагаемся с вами слева и справа от этой рукоятки, наши ноги расположены или колени, а если лишь бы расположены снизу... Да, если вы будете активно передвигаться на доске, да, вот как уже там делают такие профессиональные катальщики, они просто передвигаются по доске весьма активно, вот, тогда это будет мешать. Ну, однозначно доску надо дорабатывать, и... Могу вам только посоветовать одно. Денис обладатель промокода. Приходите, обращайтесь к нему, и доска вам может такая, которую надо дорабатывать, обойтись вам еще дешевле. Ну что, посмотрим дальше, Юр, какие доски у нас есть. Давай теперь просто поставим ее на место в ряд и сравним вообще все остальное. То есть про комплектацию... Про комплектацию мы рассказали, а вот чем они отличаются по формам, да, то есть тут, если вот эти доски явно отличаются формой, да, там у них длинный... Длина, они длиннее, у них узкий нос и узкий хвост, то вот рядом стоит доска по форме совершенно отличная. Ну, она, во-первых, шире, она очень устойчивая. По ширине она идет... По размеру она идет 11... 10,8, извиняюсь. По ширине она идет 35, что очень широка для доски. Ну, и, соответственно, по толщине это 6 дюймов. Ну, если в сантиметрах, это 89 сантиметров получается ширина, а у этой доски 80... 30 дюймов, соответственно, это там порядка 70... Да, меньше 80, и это прям очень чувствуется. Да, это ощутимо, но это, собственно, влияет на скоростные качества, это влияет на стабильность доски. То есть вот доска вот этой шириной 85 сантиметров, это 89, то есть буквально 4 сантиметра разница, но вот мне даже, как начинающему, это сегодня было ощутимо. То есть вот эта доска намного более устойчивая, чем вот эта, хотя это тоже достаточно широкая и устойчивая. 33 дюйма в целом этого больше достаточно. По сравнению с туринговой. Ну, туринговые доски, они все обычно имеют такую ширину 30-32, то есть и в длину они 11, 6, 12, что, собственно, для путешествий самый оптимальный размер, самый удобный. Что касается этой модели, что еще можно сказать про нее? У нее есть карго-загрузка, удобная ручка для транспортировки, удобная пенка, достаточно мягкая. Есть кольца, на которые можно будет зафиксировать лишь. И в комплекте идет стандартный 9-дюймовый фин. Ну, и вот, кстати, да, дизайн скользяка, пожалуйста, присутствует. То есть не во всех досках вообще есть какой-то дизайн дополнительный. Обычно это какие-то просто... Есть транспортировочное кольцо, которое позволит в случае усталости райдера прицепиться к более крепкому, сильному райдеру и транспортировать его к катеру. Ну, можно и к катеру. Можно к катеру, гидроциклу, да к чему угодно в целом. На доске можно кататься людям с большим весом, можно заниматься йогой, какими-то фитнес-упражнениями, потому что доска широкая, стабильная и большинству людей она подойдет очень хорошо. Ну, я вот, да, вот для меня, как для начинающих, сегодня это прям фаворит доска. Она реально очень устойчивая, хотя и менее поворотливая. Но именно вот и для начала мне было важно просто вот этот вот баланс, да, ловить. И она, конечно, прям максимально комфортная. И я вот именно прям начинающим, наверное, бы ее порекомендовал, особенно людям, которые весят там, ну, больше 90 килограмм. Так, ну что, комплектация у этой доски аналогичная этой модели, насос, весло алюминиевое очень удобное. Да, есть только один плюс, здесь не нужно кольцо приклеивать, в принципе, вот сзади есть кольца, куда можно лишь прицепить. Да, есть резинка для минимальной загрузки карго, есть кольцо, куда можно будет прицепить лишь, лишь нужно будет докупать отдельно. Ну, лишь и, благо, у Дакайны великое множество разных моделей, поэтому можно подобрать для себя. Разных цветов. Модель там одна, по-моему, да? Ну, там типа калф, энкл, фиксации именно лишь. Ну, кстати, да, вот не знаю, чем ты можешь объяснить фиксацию. Все удобнее за щиколотку или вот, как сказать, под коленом. Под коленом сюда прикручивается над икроножной, да, и она вниз не съедет, потому что икроножная более толстая место. Скажем так, для себя, для себя, когда я там быстро катаюсь на скоростные качества, я обычно пристегиваю к жилету, то есть вот к этой, в этой части, в поясной фиксации. Также частенько использую над икрой для того, чтобы лишь в случае передвижения назад он не мешался. Когда он зацеплен в районе щиколотки, он доставляет некий дискомфорт, потому что когда делаешь шаг назад, ты чаще всего наступаешь на него. Когда он закреплен тебе на спину или закреплен тебе вот здесь, он тебе мешается меньше. Ну, когда он закреплен со спины, там, в районе пояса, он практически не мешается. Так, ну что, поехали, рассмотрим другую досочку. Жажда воды. Жажда воды. Называется жажда воды. Ну, в смысле, не хочется пить, а хочется плавать. Также очень приятного мнения остался Waterlast модели 10,8 размера, 33 дюйма в ширину. Тут еще больше дизайна, кстати. Здесь больше дизайна, здесь 6 дюймов он идет в толщину, что в целом очень комфортно для большинства катающихся. Дизайн, конечно, да, действительно потрясающий. А, кстати, слушай, толщина доски вот у Корон Сапов, они у всех 6 дюймов. Это сколько, 15 сантиметров? 15 сантиметров. 15 сантиметров. 15 сантиметров. Вот. А у соулстика толщина доски чуть меньше. 4,75. То есть получается, что в чем разница? Разница... Ну, разница в том, что на более тонкой доске можно легче маневрировать, потому что она легче зарезается и легче входит в повороты. То есть на толстой доске, во-первых, она парусит, во-вторых, на ней сложно делать быстрые развороты и весьма проблематично, скажем так. Парусит в смысле доску просто ветром может сносить. Ну, конечно, конечно. Чем лучше доска, тем, соответственно, ее больше сдувает и больше сносит. Чем тоньше доска, тем ее меньше сдувает и сносит. Ну, естественно, она легче маневрируется и легче зарезается, скажем так, если это требуется. чаще всего доски с толщиной там 12 сантиметров 475 используют для сапсерфинга это покатание на волнах с веслом потому что доски обычно тоненькие чтобы зарезаться в волну что на толстый толстую доску в толстый край весьма проблематично зарезать на волне и придется приложить очень много усилия что еще интересного мне можно рассказать все это доски появляется две карго системы как снизу так и сверху большая карго-система можно много вещей положить что большой плюс есть ручки для транспортировки что также удобно прикреплена с нижней части и сверхней есть кольца которые предназначены для крепления лиша также для транспортировки и кольцо транспортировочное которое используется для транспортировки за катером то вырезаю квадроцикл гидроцикл за лодкой чем угодно приятно что есть комплекте кольца за который можно крепить сидуху это для тех любителей которые не любят не любят кататься стоя можно поставить сидушку она продается отдельно людей здесь дисбаланс ну да 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 но при этом которые хотят кататься на сапе пожалуйста эта функция предусмотрена в зависимости от модели это тоже натянуть резинку сделать еще одну среднюю карго-систему ну и доска будет транспортировать райдеров солнечными ударами дизайн доски очень приятный и от размера доски меняется дизайн соответственно я не знаю есть ли сейчас доски в другом размере кстати да вот у нас по поводу размеров тоже разные есть размеры досок также как и вот эта туринговая синяя доска также эта доска не есть в нескольких размерах чуть поменьше и совсем маленькая там относительно конечно маленькой но для детей там или для легких девушек то есть вот это это самая даст самая большая доска на сколько там 3 10 8 30 дюймов три три с половиной метра по высота и 85 ширина она вот мне опять же сегодня как начинающим она тоже очень понравилось я и второй попробовал да нет 3 она что-то такое среднее между устойчивостью и хорошими скоростными кажа и скоростью то есть какая такая для меня она показалось более универсальная свой свой стик вот этот вторая доска который стоит waterline на самом деле она была наиболее сложная для меня именно вот на ней я купался несколько раз не упадал потому что вот этот баланс пока мне как начинающему не под не поддавался сразу но вот эта доска вот эти две доски там были очень хороши для начинающего и вот это можно даже так скажем те кто полегче выбрать вот эту доску те кто потяжелее вот это в целом и попадал доску можно спокойно спокойно выбирать людям с весом там и 80 90 килограмм но здесь уже нужно понимать что загрузку большую не получится сделать если для путешествия ну да на самом деле я даже встречал людей где-то мы сплавлялись на каяках да там на катамаранах по большим рекам просто ребята шли на сапах у них с собой были все там палатки и вещи то есть они все это нагружали другие за ним плыли просто налегке они как мы плывем к определенной точке там нас ждет машина с лагерем да да и частенько наблюдает такой тоже частенько если вы хотите путешествовать именно самостоятельно сам с какими-то вещами берите побольше грузоподъемности доски а ну и кстати вероятно вот эту тему водоизмещения доски да когда она потолще скорее всего и можно и больше нагрузить разумеется разумеется обычно доски тонким профилем они имеют более низкое водоизмещение то есть если сравнивать 66 дюймовые доски и одного размера и доску там 475 там буду буду размещение может варьироваться там до 100 литров так ну давай еще коротко про эту доску это такая но не им доска мы на самом деле это прототип наших досок мы хотели свои сквотовские доски делать ну не сквот называть а у нас есть еще один проект аутдорный vr outdoor к сожалению он пока вот современных реалиях слегка пришлось его приостановить потому что просто аутдорные бренды в россию отказались поставлять продукцию из-за того что она двойного назначения а вот до доски вот эти прототипы мы купили их несколько штук они у нас есть это самая такая базовая простая доска вот то что называется однослойная да то есть у нее один слой материала но при этом в она тоже достаточно комфортная тоже на ней сегодня попробовал покататься она достаточно широкая и и в общем-то и устойчиво в комплекте у нее есть лишь в комплекте есть ручной насос комплекте есть обычное алюминиевое весло которое ну немножко попроще чем вот у корона у короновских досок да там нет вот этого того самого пазика интересного который дэн присмотрел а так в целом доска достаточно приятные для начинающих но она наверно все-таки не для очень тяжелых людей то есть где-то не знаю ну 90 максимум уже и даже без всяких загрузок а если вы хотите что-то загрузить то лучше рассчитывать на вес там не больше 80 то и лучше там 75 килограммов по размеру на 10 и 8 идет по ширине она идет также 10 6 10 10 6 по 10 10 10 8 по по ширине она идет 33 дюйма по толщине она идет 8 до соседи прямо логично и такая базовая доска она у нас как прототип появилась поэтому на ней нет никакого бренда никакого дизайну дизайн тот который на фабрике сделали поэтому не обессудьте но зато приятная цена она у них кстати 3 доска имеет два встроенных келя и один съемный что в целом для курсовой устойчивости хорошо белый цвет не будет нагреваться на солнышке по крайней горе парадного пеночка конечно имеет местами черный цвет но при этом белая пенка очень быстро загрязняется и теряет внешний вид в комплекте идет у нее лишь обязательно доска качается до 15 писяй что в целом более чем достаточно для досок как прогулочного формата так и для досок выходного дня ну в общем ребят такая история и если вы досмотрели это видео до конца то бонус не денис бонуса бонус досмотревшим видео до 46 минуты не знаю сколько там получится как и короче корон вот этот эдисон он вообще каякер причем каякер такой экстремал да он этих на жестких скорлупках там мочит там прыгает с каких-то огромных водопадов в общем спортсмен поэтому он предлагает своей коллекции каяк идея в том чтобы это был такой же компактный как сап но каяк то есть он также сдуван надувается сдувается складывается сумку хотя вот я не знаю сумку он еле-еле входит при этом даже весло и насос приходится снаружи сумки в карман запихивать но кто же просто он очень такой конструкции побольше и здесь есть какие-то такие даже жесткие элементы ну чтобы он просто рассекал во первых воду и там нет если он вдруг цепляется за дно каких-то мелких водоемах это защита кормы и носа и касается компактности я уверен что это вопрос опыта который позволит складываясь этот девайс а ну да вот так же к сапа собственно из-за того что здесь три баллона да здесь отдельно закачивается дно и два борта то возможно что чтобы хорошенько сдуть нужен как раз вот этот насос который выкачивает до объема обойтись туется он как раз вот ручным насосом как все сапы корон есть у нее сидушечка до оказать мой можно регулировать там под разных людей упор для ног обязательно без этого также никуда боковые ручки для переноски и дать туда переносить его можно не куча ручек и карго-система есть конечно это для одного человека каяк но есть такие два момента первый момент связан с веслом весло почему-то в комплекте такой же как для сапа то есть она с одной лопастью с одной лопастью ну в принципе плыть можно мы тоже сегодня поплавали на нем но хочется именно чтобы была вторая лопасть к сожалению 2 лопасти в комплекте нет поэтому придется покупать попадос на весло для каяка и 2 как второй момент я даже не знаю что это плюс или минус он блин чертовски неустойчивый воде он очень узенький то есть вот на тех каяках на которых вы обычно сплавляетесь да там по каким-то туристическим маршрутам по рекам там или они устойчивые все-таки да не широкий этот он такой требует баланса как вот на саборде да вам нужен баланс здесь тоже нужен баланс только на сапе вы его ловите ногами а сидя в кайке чем вы баланс ловите получается вашими булками да и ногами на конечно тоже поэтому ну достаточно он dancing даже искупался перевернулся да очень необычно конечно мы что вот он такой прям вот как каяк он там расслаблено но он блин не позволяет расслабиться он все равно требует такой это сосредоточение на балансе в общем то это такой спортивный снаряд можно так это назвать но если вы не хотите стоя плавать или там на коленках на сапе то каяк он в общем то но если вот этот баланс он баланс здесь на самом деле проще чем ловится чем на сапе естественно но однако все равно нужен ну и комфортно то что сидишь на сидушечке у тебя спина и так не загружается ноги не загружаются ты просто гребешь ну и все так скажем альтернатива просто сапу каких-то условиях то есть это прогулочный каяк это не каких-то там сплавах по серьезным рекам прогулочной по гладкой воде разве кушечка иными словами но из-за того что он очень технологичный в плане вот там три баллона три клапана вот это все склейка дополнительные ставки жесткие это он стоит конечно подороже чем обычный сап но при этом это альтернатива хорошая что касается устойчивости это вопрос привыкания немного опыта несколько раз покататься я уверен что комфорт придет и устойчивость кстати сотрудники этого проката сразу такие интересный каяк мне кажется они именно с точки зрения проката сразу его оценили потому что ну люди приезжают кем-то сюда вот отдыхать какими-то тусовками да ну кто-то хочет покататься кто-то не хочет я думаю что на каяке захотят все потому что он такой ну как сказать более привычный скажем так для этого леника возрастных людей если не предупреждать что он неустойчивый то это прям вообще можно всякие смешные видео снимать но при этом очень удобно транспортировать у нас юра его тягаем легко до одного одному можно сапа и у него есть один киль что более чем достаточно на некоторых мало на моделях двух местных и трех местных обычно ставится второй центральный киль у этой модельки одного киля достаточно но у него до усиленно еще дополнительным слоем сверху наклеена и и борта тоже дополнительные слоя чтобы все-таки при катании на лодке терянуться больше возможности чем на сапе в общем все что вы сейчас увидели можно будет попробовать потестировать здесь у дениса в его сап travel раша клубе на истрии есть у ребят сайт как называется оправил раш . ком там есть возможность да то есть возможность записаться онлайн можно обратный звоночек либо позвоните нам напрямую мы вам ответим подскажем расскажем ну да вот сегодня вторник и так народу как бы немного там чуть-чуть люди были да хотя в общем-то жаришка такая на улице что вот самое то проводить время водоема да и возможно от магазина сквот вы получите какой-то небольшой бонус по промо коду конечно это который может быть здесь сработает то есть у нас будет такой кросс-маркетинг да естественно будет промо код на покупку оборудования магазина скот когда вы придете к нам протестируйте оборудование мы сможем с вами поделиться этим чудесным промо кодом как вы на вашем широке кататься на сапе по ютюбу а такой и такой тоже доступно но лучше учиться кататься на сапе на воде приходить все ладно пошли пошли димона все берем сам может каяк его сразу берем не в каяк не он перевернется камеру намочит мы пошли до свидания